Здравствуйте, господа модельеры и любители техно-игрушек. Сегодня я расскажу вам о моем новом боевом товарище, 3D-принтере Flying Beer Ghost 6, который приехал ко мне 24 апреля 2024 года. За три месяца мы с ним пережили множество взлетов и падений, и я готов поделиться с вами всеми секретами нашего совместного пути. Началась эта эпопея 11 апреля, когда я заказал принтер на маркетплейсе Ozone, но через неделю облом, 18 апреля, мне сообщили, что товар не пропустили через границу. Видимо, решили, что Flying Beer – это контрабанда редких видов из Китая, и отписались, в заказе есть запрещенные к перевозке товары. Тогда я сообразил, что проще взять уже находящийся в России принтер, и проблемы не будет. Заказал его повторно, и через 6 дней забрал из пункта выдачи. Хорошо, что пункт находится в 3 минутах ходьбы от моего дома, так что тащить 16 кг брута было почти несложно. Кто сказал, что походы в спортзал не окупаются? Ладно, послышалось. Придя домой, я начал аккуратно распаковывать принтер, словно археолог, раскопавший древний артефакт. Слава богу, мне пришлось собирать его с нуля, как мебель из Икеи, хотя все-таки инструкция нужна. Большая часть принтера уже собрана, однако пришлось все же покрутить мозгами и руками, прикрутить экструдер, дверку, датчик и подключить провода. Радует, что производители заморочились и сделали толковый видеотуториал. Так что даже тем, кто прогуливал уроки труда в школе, можно справиться. Вот тут-то и начались настоящие приключения. Подстройка стола оказалась практически искусством, и, к сожалению, я освоил его слишком поздно. В процессе учебы я уже успел поцарапать стол с сопом. Пожалуй, 3D-принтер можно использовать как талантливого гравера. А пока этот гравер создавал неплановые произведения на столе, модели не прилипали к испорченным участкам. В конечном счете, я решил проблему просто. Купил клей. Стоит недорого, применяется легко и быстро, а польза от него – вагон. Сейчас я в основном использую ПЛА-пластик по 1000 рублей за килограмм. В будущем планирую поэкспериментировать с ЭБС и ПЭК. Но, ребята, зачем менять то, что и так работает отлично? Как говорится, от добра-добра не ищут. Ладно, и так сойдет. ПЛА-пластик экологичен, прост в использовании и хорошо себя ведет при печати. С установкой и использованием софта все довольно просто. Нужно всего-то освоить программу моделирования и слайсер, ту самую программу, которая создает файл с необходимыми движениями сопла для будущего изваяния. Из программ для моделирования я пользуюсь Blender. Это бесплатная, удобная и популярная программа. Им я пользуюсь уже давно, даже до тех времен, когда задумался о покупке принтера. После создания модели необходимо экспортировать ее в формате OBJ или STL. Я предпочитаю OBJ. Затем открываем файл в слайсере. Рекомендуемый слайсер для FlyingBear Ghost 6, Кура от компании Ultimaker. Настроив все как надо, получаем файл с расширением G-Code, который записываем на карту памяти. Спасибо производителю за адаптер карты памяти под USB в комплекте. Теперь карту вставляем в разъем под дисплеем. Нажимаем пару кнопок и вуаля, процесс пошел. Продолжение следует... Давайте для примера распечатаю распространенную 3D-модель корабль. Сначала на самых быстрых настройках, потом на качественных настройках, хотя можно и лучше, но время-то оценее. Продолжение следует... И вот случайным образом у меня есть целый флот маленьких корабликов, хоть и не боевых. Я уже печатал на нем всякие прикольные предметы, скоро напечатаю себе и друзей. Шучу, а может нет. Ну а потом начал печатать то, для чего я и купил его. Но это уже тема для отдельного видео. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и следите за обновлениями, господа модельеры.